Девушки отдыхают 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 То есть дети дома? Вначале и будут технические, может быть, или какие-то сбои, то всё это, в принципе, можно преодолеть. Но мы посмотрим на следующей неделе, как это всё будет выстраиваться. Я думаю, что да, в понедельник, наверное, возможны какие-то накладки, а потом, может быть, это всё как-то встанет на определённые рельсы и будет работать. Да, но я, насколько знаю, у нас Институт развития и образования уже сегодня тестирует разные формы, поскольку это не только город Киров, но и область, там разные технические возможности. И я думаю, что всё будет хорошо, все дети смогут продолжать учёбу. Будем надеяться, потому что до конца учебного года на самом деле не так много времени остаётся, да, и сейчас не очень ещё всё понятно, доучатся дети этот год или не доучатся. Я имею в виду младшую школу, да, вот то, о чём говорил президент, что есть возможности, я так понимаю, это тоже отдано регионам, да, на размышления и на оценку. Могут там дети с первого по восьмой класс, например, досрочно закончить учебный год? Ну, мы пока, да, об этом не говорим. Дети заканчиваются каникулой, не в совсем обычной форме выходят на обучение. Как вы правильно заметили, Министерство образования Кировской области нам выдаст все рекомендации, все указания, и город Киров будет следовать этим. Ну, главное, что город готов, да, и главное, что ситуация под контролем. Ещё, Елена Васильевна, такая история. Хотела вас спросить, насколько я понимаю, у нас есть категория детей, это дети из малообеспеченных семей, это дети с ограниченными возможностями здоровья, те дети, которые в школах питаются бесплатно. И вот школы они сейчас не посещают, они каким-то образом этой льготой пользуются или нет? Да, действительно, мы проработали этот вопрос с администрацией города, и на сегодняшний день подготовлен проект изменений в постановлении решения Думы. Ранее он предполагал только льготное питание, именно предоставление этого питания в школах. Учитывая, что, как вы сказали, форма изменилась, и каникулы были длинные, и сам сегодня процесс будет дистанционно, то есть дети будут находиться дома, принято решение, вот те категории детей, которые сегодня получали это льготное питание, а это дети с ограниченными возможностями здоровья, это дети из малообеспеченных семей, совокупно это примерно 9 тысяч таких детей, они получат компенсацию. Ну, то есть получат, конечно, родители, порядок предоставления этой компенсации департаментом образования города Кирова выработан, поэтому на ближайшем заседании Думы этот вопрос мы рассмотрим, я уверена, что депутаты все его поддержат, и система заработает. Это будет у нас какого числа заседания? Дума предполагается у нас плановая 29 апреля, но мы решили двигаться параллельно, то есть решение, оно не должно стать отправной точкой для выработки механизма предоставления, то есть вот этот период департамент образования выясняет все те, скажем, данные родителей, которые потребуются для выплаты компенсации, то есть как только будет решение принято, процедура финансирования сразу же будет начата. Я правильно понимаю, что это речь идет именно о компенсации, то есть родители получат какие-то денежные средства, не как это делается в других регионах, всем там дежурные наборы продуктов или нет? Это решение все-таки, да, пойти по пути компенсации, потому что, ну, на наш взгляд, это более правильное решение. Ну, это удобнее. Каждый родитель, получив эту сумму, а потом мы должны понимать, что это все-таки стоимость питания. У нас одноразовое питание получали дети из малообеспеченных семей, то есть исходя из суммы, там, 50 где-то рублей, да, ну, 51, по-моему, рубль за день. А дети, которые получали двухразовое питание, это дети с ограниченными возможностями здоровья, там сумма из стоимости 90, там, рублей. Поэтому, безусловно, там сумма компенсации не очень большая, тем не менее, каждый сможет правильно распорядиться этой суммой. Но самое главное, что родители купят то, что ребенок любит есть, да? Да, вот я говорю, что правильно распорядятся теми средствами. Что касается семей, которые сегодня попали, действительно, семьи с детьми в трудную жизненную ситуацию. По поручению Игоря Владимировича Васильева, мы с Министерством социального развития Кировской области отработали механизм. Сейчас составляются списки таких семей, которые нуждаются в этой помощи. У нас появились активные наши предприниматели, то есть они инициировали акцию по формированию продуктовых наборов. Но это не взамен какой-то ранее предоставляемой меры. Это абсолютно добровольное желание предпринимательского сообщества помочь семьям с детьми, и там будут формироваться продуктовые наборы. Я такое обращение сделала в адрес наших предприятий, и на сегодня уже отклик идет. Многие к этой акции подключаются, поэтому в том числе и продуктовыми наборами этим семьям будем помогать. То есть в дополнение еще к той льготе, которая есть, и еще от предпринимателей. Да, это совершенно может быть другая категория. Это именно те, кто попали в трудную жизненную ситуацию. А известно ли, Елена Васильевна, как эти люди будут, как их будут находить? То есть они должны заявлением куда-то обратиться? У нас единый, хороший вопрос. У нас единым центром, где будут формироваться эти списки, является Министерство социального развития. Потому что есть семьи, о которых они знают, которые получают меры социальной поддержки. И сегодня у нас есть служба в городе опека и попечительство, которая тоже работает с семьями. И вот эти списки формируются, но мы пришли к выводу, что это должны быть единые списки. Они могут даже изменяться и пополняться. И заявиться может быть даже семья, которая ранее не являлась получателем никаких мер социального защиты. Но заявительный характер – это основание. Далее, как она будет, эта продуктовая коробка, доставляться, будут задействованы волонтеры. На сегодняшний день у нас эти волонтеры работают с категорией 65+. У нас достаточно добровольцев, которые работают волонтерами в городе. И надо сказать им огромное спасибо за это. Поэтому это будет доставляться по месту проживания. То есть адресная доставка будет? Обязательно так. Елена Ковалева, глава города Кирова. Аслан Розаев, заместитель главы администрации города. Гульнара Сайфуддинова, начальник департамента финансов администрации Кирова. Сейчас в нашей студии мы сделаем небольшой перерыв на 20 секунд и вернемся. Программа «Дневной разворот» продолжается. Мы продолжаем говорить о мерах, которые предпринимает город, администрация города, власти города Кирова в условиях сложившейся ситуации с коронавирусом. Сейчас мы обратимся, наверное, к экономической части. И я попрошу заместителя главы администрации города Аслана Розаева рассказать нам вот о чем. На днях в администрации Кирова по итогам совещания был утвержден некий план мероприятий, направленный на поддержку кировского бизнеса и экономики города. Давайте поясним, какие меры он в себя включает, каких субъектов предпринимательства касаются эти меры. И правильно ли я понимаю, что это те меры, которые может принять город в дополнение к мерам, которые предпринимает областное правительство и в целом федеральная власть? Да, добрый день еще раз. Во-первых, с вашего позволения хотелось бы поблагодарить всех жителей города и предпринимателей города за их сознательность и дисциплинированность, которые в массе своей соблюдают режим полной самоизоляции. Во-вторых, да, действительно, все меры, которые... План первоочередных мероприятий, который был подготовлен администрацией города Кирова, это именно в дополнение к мерам, принимаемым на уровне региона и правительства Российской Федерации. План включает в себя пять блоков мероприятий. Уже этот план размещен на сайте администрации города Кирова, с ним можно ознакомиться. И в первую очередь он направлен на преодоление последствий пандемии. Первый блок, это, конечно же, мы на постоянном контроле держим потребительские цены на товары первой необходимости, наличие этих товаров в торговых сетях. Второе, это отдельное внимание уделяется вопросам занятости населения. То есть, своевременности выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. И, что немаловажно, недопущение снижения ее уровня. Третий, это документ, предусматривающий поддержку отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска. Муниципалитетом проводится на сегодняшний день мониторинг предприятий города, наиболее пострадавших в сложившейся ситуации. Для рассмотрения вопроса о включении их в перечень, который будет формироваться, формируемый правительством области, что даст возможность получить поддержку со стороны региональных властей. То есть, город принимает там заявки, да, или смотрит, где, в каких сферах есть такие вот, ну, как бы тонкие, да, места, и дальше уже совместно с правительством области включают семейные предприятия. Очень много обращений, мы их рассматриваем, и далее, так как это на уровне региональном, мы будем передавать в регион, и там будут уже принимать эти решения. Четвертое направление, это, конечно же, информирование предпринимателей и о возможных снижениях финансовой нагрузки, что туда входит. То есть, мы сейчас, есть и телефон горячей линии на, в Министерстве экономического развития, у нас есть центр инвестиций, которые при необходимости не все вовлечены, не везде есть, наверное, информация, и мы доносим до предпринимателей все эти меры, которые есть. Например, про то, что есть рассрочки на 6 месяцев по уплате страховых вносов, далее, о снижении их размера до 15%. Не все еще в курсе, да. Ну, да, то есть, о предоставлении отсрочки по налоговым платежам, о возможности реструктуризации кредитов, об изменениях, касающихся, например, лицензирования деятельности, в том числе, под абцизных товаров. То есть, если на сегодняшний день лицензия заканчивается, то они продолжают в течение определенного срока осуществлять деятельность без получения новых лицензий или иных разрешений. Со стороны муниципалитета будет предоставлена временная рассрочка на внесение платы за размещение рекламных конструкций на недвижимость, которое принадлежит муниципалитету. Опять же, кроме того, будет дана рассрочка по уплате арендных платежей субъектам малого и среднего предпринимательства. Вот давайте мы, если можно, об этом поподробнее поговорим, потому что не очень широко вот это все освещалось. Было сказано, что есть такая возможность либо дать отсрочку, либо дать рассрочку, либо, может быть, освободить от арендных платежей. Но вариант с освобождением, наверное, не самый такой вероятный, да, вот вариант с отсрочкой, он такой достаточно, ну, как бы, наверное, популярный будет. По поводу рассрочки. На сегодняшний день уже принято постановление администрации города. К понедельнику он, наверное, уже будет размещено на сайте. Оно сейчас находится на согласовании. Достаточно оперативно мы его приняли. И там предоставляется рассрочка по арендным платежам субъектам малого и среднего предпринимательства, которые включены в перечень, утвержденный постановлением номер 25 от 30-го, 10-го, 2019-го года. То есть все платежи, которые предусмотрены были в 2020 году, вот за этот период, мы равными частями переносим на 2021 год. Либо на иных условиях, которые будут предложены арендаторам, но по согласованию сторон. Все, кто в этой мере нуждаются, в зависимости от рода деятельности и возможностей, будут согласовываться и переноситься данные платежи. Людям, которые хотят этим воспользоваться, им нужно куда обращаться? В департамент муниципальной собственности. Уже есть достаточно много обращений, и каждая рассматривается. Уже сейчас? Уже сейчас. Еще, Аслан Алманович, такой вопрос. Могут ли быть какие-то дополнительные льготы, предусмотренные на уровне муниципалитета? И с какими просьбами вообще сейчас обращаются предприниматели? То есть там ЖКХ, может быть, платежи, мусор, вывоз, вот это вот все. Из дополнительных, также на сегодняшний день мы прорабатываем вопрос о предоставлении образовательным организациям, которые являются также арендаторами муниципального имущества. Это детские, частные детские садики, да? Да, частные детские садики, дополнительное образование, школы. Для них это компетенция городской думы, но мы уже готовим проект решения и будем выносить на думу для освобождения их от уплаты. Не рассрочки, а именно, хочу подчеркнуть, освобождение от уплаты на период коронавируса. Эти организации могут вообще, вот время, которое сейчас вот это вот наше нестабильное идет, они за это время могут не платить? Они могут быть освобождены, если городская дума примет это решение. То есть тоже в конце апреля это решится? Ну, на ближайшей думе мы подготовим все документы. Понятно. И есть ли какой-то телефон, вот, все-таки в администрации города, по которому можно предпринимателям обращаться, чтобы уточнить какие-то моменты? Сейчас Аслан Алманович найдет в документах. Есть номер телефона 410410, это телефон горячей линии по центру «Мой бизнес» с 9 до 18.00. И есть еще центр, наш центр инвестиционного развития по телефону 66-01-38. То есть можно вот по этим двум номерам обращаться. Эти же номера, я так понимаю, можно найти и на сайте администрации города, да, если вдруг сейчас кто-то не успел зафиксировать, можно позвонить. В рабочее время они работают, да, люди по этим телефонам, по этим звонкам, на эти звонки отвечают. И можно уточнить, какими льготами можно воспользоваться, какими там отсрочками, рассрочками, возможно, даже и отмена, да, каких-то платежей для предпринимателей. Но я думаю, что звонков-то, конечно, много. И эти телефоны, я так понимаю, будут работать вот все это время нестабильное, которое пока идет. Ну, у нас до рекламы нашей остается еще три минуты. И я бы хотела, наверное, Гульнаре Рашидовне уже задать вопрос, есть ли понимание, что будет с бюджетом города. То есть вот те меры, которые сейчас Аслан Алманович озвучил, да, ну, я так понимаю, что они все равно так или иначе, ну, скажутся на формировании там, да, нашего бюджета. Потому что те же арендные платежи, это ведь, ну, то, что город получает, да, в качестве дохода. Да, действительно, это скажется на исполнении бюджета. Мы исполнение бюджета держим на постоянном контроле. В ежедневном режиме мы мониторим поступление собственных доходов, это налоговые и неналоговые доходы. Уже по истечении первого квартала мы видим недопоступление собственных доходов. Это, в частности, налог на доходы с физических лиц за первый квартал у нас идет недопоступление. Это в большей степени, конечно, связано с возвратом гражданам налога по имущественным и социальным вычетам. Вот если сравнить первый квартал 2019 года, эти вычеты составляли 17 миллионов, а в текущем году уже более 114 миллионов. Вот, граждане обращаются за этими возмещениями, да, потому что, ну, расходы несли там, если это социальное, ну, либо лечение. Либо это социальные вычеты, да, либо вычеты на приобретение недвижимости. Все верно, да. Вот в этой связи у нас идет недопоступление. Конечно, поступление доходов мы вот и дальше будем работать с администраторами доходов. Но следующим направлением, чтобы как бы нам обеспечить вот наши обязательства, мы теперь будем выстраивать приоритетные расходы. В первую очередь мы должны обеспечить это заработную плату с начислениями, коммунальные расходы, питание детей, это в детских садах и школах, социальные выплаты. И немаловажно, мы должны обеспечить именно расчеты по муниципальным контрактам. Это в какой-то степени гарантия нашим бизнесам. Ну, партнеры, получается, да, те люди, которые заявлялись на контрактах. Да, да, они являются нашими партнерами, потому что, да, на контрактах, так или иначе, либо товары, либо услуги, ну, гарантированно как бы выплата, да, для них это является. Поэтому мы должны это обеспечить. И, кроме того, мы и нацпроекты должны как бы тоже продолжить и обеспечить. В этой связи, естественно, мы будем перенаправлять расходы, те, которые мы не считаем первоочередными, вот, чтобы обеспечить вот эти первоочередные расходы. То есть вот есть определенный список обязательств, тех, которые город на себя берет, в числе приоритетных. Они будут обеспечиваться в первую очередь, а все остальное уже там, да, будут смотреться, да, по мере приоритетности. Чем выше, да, чем выше, тем быстрее. Если позволите, чтобы все-таки у нас какая-то ситуация такова, что все то, что не будет сокращено в бюджете, те расходы, о которых Гульнар Шин сказал, без которых можно прожить. Муниципалитеты в этом году, они будут перераспределены. И вот прошла информация, как раз я просила администрацию посмотреть вопрос создания некого финансового резерва для того, чтобы как раз за счет него в случае, если те доходы, которые сегодня в плане есть, не поступят, мы могли бы этот финансовый резерв направить на обеспечение тех расходных обязательств, которые есть в бюджете. То, что приоритет, это финансирование, но наша задача по итогам года не допустить просроченной кредиторской задолженности по всем расходам бюджета города. Если позволите, и мы сейчас сделаем перерыв все-таки на полторы минуты, после вернемся и про резерв вот этот финансовый чуть подробнее поговорим. Спасибо. Программа «Дневной разворот» продолжается. Я напоминаю, у нас в гостях Елена Ковалева, глава города Кирова, Гульнара Сайфудейнова, начальник департамента финансов администрации города и Аслан Розаев, заместитель главы администрации города. Остановились на резервном фонде, так называемом финансовый резервный фонд. Что это будет? Мы уже поняли, что это вот такое накопление, что ли, кубышка, из которой будут финансироваться те проекты, на которые потребуются средства, если вдруг в бюджете будет недополучение собственных доходов за счет налогов, платежей по аренде и прочему. И Гульнара Рашидовна сейчас, наверное, нам пояснит все-таки, из каких источников будет формироваться вот этот вот фонд. Да, действительно, мы планируем создать вот этот финансовый резерв для того, чтобы обеспечить вот те расходы, о которых я говорила. За счет чего? В первую очередь, мы действительно пересматривать будем бюджет. Это экономия по уже проведенным торгам. Торги прошли, есть экономия средств. Второе, значит, все, что не проторговано по состоянию на 1 апреля, и мы видим, что без этих расходов мы можем обойтись данные направления и мероприятия, которые тоже не являются первоочередными. То есть мы перераспределяем данные направления в определенный резерв, в первую очередь, вот именно на выпадающие доходы в связи с недопоступлением доходной части. Кроме того, необходимо отметить, что в условиях ухудшения экономической ситуации мы понимаем, что наши учреждения недополучат свои платные услуги в тех объемах, которые запланированы. А все-таки за счет платных услуг у них расходы запланированы, в том числе и заработная плата, и расходы за коммунальные услуги, и те же платежи за расчеты по заключенным контрактам. И в целях недопущения просроченной кредиторской задолженности и обеспечить заработной платой и все вот эти расходы, мы в первую очередь вот тот резерв, который мы сложим, будем направлять на эти мероприятия. Если же вдруг мы закончим, так скажем, год, ну вдруг все быстро завершится и останется вот этот резерв, естественно, мы этот резерв направим на сокращение дефицита. Мы все знаем, что на сегодняшний день у нас бюджет принят с дефицитом более, там, около 500 миллионов, и поэтому, естественно, этот резерв будет направлен, если не будет потребности, на расходы на сокращение дефицита. То есть то, что было запланировано в расходной части за счет этого резервного фонда, все-таки может быть исполнено, да, благодаря тому, что вот какие-то деньги подкопятся. Да, и еще, Гульнара Рашидовна, у меня тогда вопрос, вы сказали, вот эти социальные там, да, учреждения наши, да, которые вот сейчас потеряли собственные доходы, мы можем в качестве примера привести, это что за учреждения, это дома культуры какие-то, да? Да, это какие-то дома культуры или доп. образования, вот у них были запланированы какие-то мероприятия, кружки, а в данный момент эти мероприятия не проводятся, поэтому у них это как выпадающие доходы, а за счет этих доходов у них же и запланированы дальше и зарплата, и расходы за коммунальные услуги, и плюс контракты, вот чтобы все это как бы обеспечить, мы как раз будем анализировать, чтобы им возместить, вот за счет того источника. Правильно ли я понимаю, что в некотором смысле город немножко сэкономит на проведении каких-то массовых мероприятий, то есть вот то, что было, наверное, заложено на какие-то крупные, да, мероприятия отмененные, это как раз благодаря. Да, как раз мы, и это и будет являться источником для создания вот этого резерва. Одним из источников. Да, одним из источников. Почему? Потому что мы уже видим недопоступление налоговых доходов, то есть доходная часть будет не исполняться, и чтобы вот осуществить те первоочередные расходы, нам вот как раз и резерв пригодятся. Да, да. Сейчас как-то предположить, Елена Васильевна, или может быть предупреждали, комфортная среда, да, безопасные, качественные дороги, пока все в силе остается? Да, безусловно, те национальные проекты, которые финансируются и в том числе реализуются через городской бюджет, они все будут реализованы. Для нас очень важно вот сейчас приступить в самое ближайшее время уже непосредственно к работам. Я хотела бы сказать, что все мероприятия, связанные с конкурсными процедурами, они у нас прошли, определены подрядчики. Сегодня эти подрядчики имеют графики уже календарной работы, и мы в ежедневном режиме находимся с ними для того, чтобы скоординировать их работу по выходу на работы, конкретно начать с тех улиц, которые наиболее сегодня, может быть, находятся и в разрушенном состоянии, и те улицы, которые носят название у нас героев. Или как-то связаны с Победой, да. Да, с празднованием Победы. Мы эти работы для себя определили на апрель. Конечно, погодные условия могут внести свои коррективы, но задача поставлена, и у нас прям под дневной график. Это связано и с содержанием уличной дорожной сети, это и связано с реализацией вот тех национальных проектов, о которых вы говорите. Поэтому мы считаем, что мы свои обязательства выполним. Никаких на сегодняшний день данных о том, что каким-то образом нам могут эти средства сократить, мы не имеем. То есть об этом не предупреждали. Мы рассчитываем на те средства, на которые мы и рассчитывали, да? Да, мы, наоборот, для себя считаем очень важным эти средства потратить наиболее эффективно. Но это очень важно еще и потому, что люди ведь голосовали, да, и за улицы, которые надо ремонтировать, люди голосовали и за участки по комфортной среде. Тоже люди голосовали. Будет, конечно, очень обидно, если вдруг окажется, что это невозможно. Ну, конечно, сегодня, вот видите, завершается зимний сезон, и мы видим, что даже те дороги, которые и улицы, которые у нас были в ремонте по этому национальному проекту, требуют гарантийных обязательств. То есть это тоже поставлена задача сейчас проинвентаризировать всю уличную дорожную сеть, которая находится под гарантией. Еще она у нас, напомню, три года. И подрядчики вынуждены будут проводить параллельно еще и эту работу. Потому что действительно, если рассчитан гарантийный срок, значит, подрядчик, уже не будем разбираться, в чем тут вина. Погодные условия, некачественное выполнение работ. Обязанность есть. Поэтому эта работа будет также проводиться. И я так понимаю, что для дорожных рабочих, для всех дорожных служб, вот тот карантин, который у нас сейчас есть, самоизоляция, так скажем, для них это не помеха. То есть соблюдением определенных санитарных каких-то мер безопасности эти люди могут выходить на работу. Я их вижу просто на улице. Да, ну, совершенно верно. Все службы, которые связаны с жизнеобеспечением города, они продолжают работу. Действительно, мы усилили меры, в том числе, безопасности этих рабочих и служащих. И работы продолжены. А сегодня у нас, в общем-то, такой период, когда после зимы у нас наиболее большое количество работ по приведению городов в порядок. Вот, у нас обычно в это время как раз уже субботники начинались. Поэтому мы не можем себе позволить находиться на самоизоляции. Но, тем не менее, хотел бы еще раз подчеркнуть, люди также защищены тем, что каждое предприятие предпринимает те санитарно-эпидемически рекомендованные, скажем, мероприятия, которые не позволят распространяться этой инфекцией. То есть сотрудники приходят на работу, их обязательно осматривают, да, умеряют температуру. Роспотребнадзор, совместно с Министерством здравоохранения Кировской области, подготовила рекомендации. Эти рекомендации доведены до каждой службы, до каждой ресурсососнабжающей организации. Мы периодически делаем проверочные мероприятия, так же, как и по общественному транспорту. Это тоже важно. Сегодня он работает в режиме, как и до введения ограничений. Поэтому очень важно, чтобы все меры в городе были соблюдены. Все меры безопасности. Это позволит нам быстрее, да, закончить всю вот эту вот эпопею с коронавирусом. Будем надеяться на то, что все-таки у нас заболевших много не будет, да, что у нас врачи наши справятся со всей этой бедой и заразой, как было сказано, да. И мы как можно скорее все-таки войдем в обычный наш режим жизни, да, и не пострадает от этого там никто, да. В том числе, может быть, и праздничные мероприятия, которые у нас запланированы на весну. Благодарю. Ну, я бы, да, хотел бы несколько слов в заключении, да, все-таки сказать, что не только от врачей будет зависеть, наверное, вот этот период, когда мы находимся на самоизоляции, но и от нас самих. От сознательности. Поэтому, да, я хотела бы обратиться к всем жителям города, давайте действительно будем соблюдать те рекомендованные меры, те ограничения. Ну, наверное, действительно нам всем это все непросто воспринимается, но чем более добросовестно и дисциплинированно мы этот период переживем, тем быстрее, я думаю, что вот такие... Да, вернемся к нормальной жизни. Да, вот эти карантинные мероприятия, тем быстрее они завершатся. Благодарю. Наших гостей Елена Ковалева, глава города Кирова, Аслан Рзаев, заместитель главы администрации города и Гульнара Сайфуддейнова, начальник департамента финансов администрации Кирова. Мы говорили сегодня о тех мерах, которые город предпринимает в связи вот со всей этой ситуацией из-за коронавирусной инфекции. Я думаю, что мы не в последний раз встречаемся. По итогам заседания городской думы наверняка встретимся еще раз. Это конец апреля, начало мая. Спасибо большое. Программа «Дневной разворот» на этом завершается. До свидания. Всего доброго.